Сегодня подготовке детей к школе уделяется повышенное внимание. Стоит ли полагаться в этом вопросе на детский сад? Или же заранее записать ребенка грамотному специалисту? Когда начинать готовить к школе? С шести, с пяти, с рождения? В каком возрасте идти в первый класс? Как выбрать нужное учебное заведение? На что ориентироваться? Сколько времени ребенку потребуется на адаптацию к новым условиям? Об этом и не только. Здесь и сейчас говорим с заведующей кафедрой педагогики и психологии здоровья Владимирского института развития образования имени Новиковой, кандидатом биологических наук Людмилой Панфиловой. Людмила Вячеславовна, добрый вечер. Здравствуйте. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире телефонной студии 32 43 22. Код города 4922. Звоните, пообщаемся. Людмила Вячеславовна, давайте мы для начала, раз мы затрагиваем такую масштабную и важную тему подготовки ребенка к школе, определимся, что вообще включает в себя это понятие? Готовность. Да, подготовность ребенка к школе. Да, тема на самом деле очень интересная и в настоящее время очень актуальная. И готовность к школе является комплексным, интегральным показателем, который определяет способность ребенка успешно адаптироваться в новых для него условиях. Если мы определим, в чем же новизна этих условий, какие конкретно аспекты являются принципиально новыми для ребенка, во-первых, это другой режим функционирования, отличный от детского сада и отличный от домашних условий, если ребенок в детский сад не посещал. Все-таки это уроки, это 40 минут, это необходимость поддерживать дисциплину на протяжении этих 40 минут, плюс присоединяется новая система требований, когда педагог просит должным образом себя вести, отвечать, поднимая руку, не бегать, не залезать по собственному желанию под парту, к примеру. Так ведь хочется. Да, а вчерашним дошкольникам уж однозначно очень хочется некой разрядки. Но при этом меняется не только позиция педагога, меняется позиция и родителя, потому что когда ребенок дошкольного возраста, родитель также более снисходителен к своему ребенку. Он готов поддержать его игру, он снисходительно относится к его шалостям, к отступлениям от правил. Опять же, подразумеваю, что это тоже возрастные особенности дошкольника. И вот представляете себе, 31 августа ребенок ложится спать, он еще дошкольник. 1 сентября он встает, и все равно все окружающие уже хотят отнестись к нему как к школьнику. Статус изменился. Да, статус изменился. Ребенку это очень престижно. Самому ребенку это может очень нравиться, потому что он стал взрослым как минимум. Его статусная позиция, социально-статусная позиция, она, конечно, повышена. Но родители становятся контролирующим лицом. Очень быстро проходит праздник 1 сентября, и родитель говорит о том, что, а давай мы с тобой посмотрим, что сегодня было на уроках, как вас учил педагог, а может быть мы с тобой давай повторим, ну, тем более такой вдумчивый родитель, ответственно подходящий к процессу обучения родитель. и ребенок говорит ему, давай не будем, это, собственно говоря, в школе уже процесс, который меня утомил. А давай будем играть, гулять, заниматься интересными для меня делами. Родитель может быть и готов, но сначала он, например, предложит ему что-то все-таки повторить. И все зависит от того, насколько комфортен процесс обучения для ребенка. Если в школе у него все получается, если ему это не трудно, то, может быть, он и согласен поддержать инициативу родителей. Но очень часто бывает, что школа уже утомил ребенка, и ему хочется другой реакции родителя. А родитель все-таки поддерживает позицию педагога в данном случае. Он тоже контролирует, у него тоже есть система требований. И он тоже хочет, чтобы ребенок постепенно переходил от слова «хочу» к слову «надо». И не только интересными, увлекательными для себя занятиями занимался, но и теми, которые, может быть, трудноваты, может быть, достаточно тяжело даются. Но есть такое слово «надо», и мы с тобой поделаем вот эту деятельность. Это тоже очень для ребенка такой значительный фактор, который изменяет его жизнь в целом. И поэтому, когда мы говорим о готовности к школе, то эти все факторы надо учитывать. То, что меняется режим, происходит слом временного динамического стереотипа. Даже самый элементарный, например, факт, когда мы говорим, что в детском саду предусмотрен дневной сон, а в школе его нет. В школе, собственно говоря, прогулка может быть, и вторая половина – это внеурочная деятельность, и, соответственно, позиция родителя, которая также поменялась. Вот эти все факторы, они, конечно, определяют либо успешность адаптации в том случае, если ребенок готов к данным условиям, и, соответственно, к новым правилам, или некоторые шероховатости. В общем, тема масштабная абсолютно, даже неисчерпаемая, я бы сказала. Да, очень, очень. И вот мне бы еще все-таки хотелось привести в пример очень удачное высказывание Леонида Абрамовича Венгера. Это наш психолог, доктор психологических наук, который занимался на протяжении долгих лет изучением проблемы готовности ребенка к школе, вот именно интегральной, не только психологической или какой-то другой, а вот интегрального показателя, комплексного. И он сказал очень мудро, что готовность к школе – это не умение ребенка читать, писать или считать, а способность всему этому успешно научиться. Вот это очень мудрые слова, которым, наверное, стоит прислушиваться, когда мы говорим о готовности к школе. Я вам сейчас задам вопрос, который интересует каждого родителя, который готов отправиться в ребенку в первый класс. В каком возрасте это нужно делать? Чем раньше, тем лучше? Или же, наоборот, продлить ребенку детство? И вообще, от каких факторов зависит время поступления в школу? Да, тоже очень интересный вопрос, конечно. Но отчасти мы можем продолжить вот тот самый наш разговор о том, что это комплексная способность, и говорить о том, что есть как минимум три составляющих. это физиологическая готовность к школе или биологическая, ну, в большей степени все-таки лучше, удачнее физиологическая. Это психологическая готовность к школе и та самая педагогическая, ну, которую традиционно, собственно говоря, очень многие родители и ставят во главу угла. Вот как раз, да, умение считать, читать, писать и так далее. Да, тем более, что теперь попасть в первый класс, надо все это уже уметь делать. Ну, я бы так не сказала, на самом деле, все-таки, потому что программа, например, Федеральной государственной образовательной стандарты дошкольного образования, она все-таки по-прежнему содержит необходимый минимум компетенции дошкольника, в которые не входят вот эти педагогические умения. Но предпосылки к ним, конечно, должны быть сформированы. Но все-таки, если отвечать на ваш вопрос, вот когда, то вот относительно, к примеру, физиологической готовности, давайте мы, как минимум, остановимся на том факте, что биологическая или физиологическая готовность это уровень созревания основных систем организма и их готовность выдерживать систематические нагрузки, которые предусматривают учебные деятельности. И еще одна современная тенденция, которая характерна современным дошкольникам. Это так называемая тенденция к ретардации. Я сейчас, конечно, такой термин употребила научной, но поясню. Это некое отставание в темпах биологического созревания организма, то есть в созревании как раз основных органов и систем от хронологического возраста. Того возраста, который мы можем определить по свидетельству о рождении ребенка. К примеру, на данный момент времени, например, на момент обследования той самой готовности, мы можем думать, что ему 6 лет и 7 месяцев. А вот какой же у него биологический возраст на данный момент времени, ведь мы с вами не знаем. И если мы говорим, что такой же, то это просто по умолчанию наше предположение. Это мы думаем, что его биологический возраст совпадает с хронологическим, а ведь далеко не всегда это так. И в каждом индивидуальном развитии, каждого индивидуального ребенка, мы понимаем, что оно может опережающим быть, это самое развитие. И тогда его биологический возраст опережает, хронологический, может соответствовать, что, кстати, редко, и может отставать. А как же родителям разобраться? Да, вот здесь вот у нас, конечно, во-первых, дилемма в том, как в этом разобраться. Да, если с педагогическими навыками все более-менее понятно, то это будет условно в первой комнате. Да, мы их можем увидеть, вот он у нас уже читает или еще не читает, к примеру. Вот как раз ваш пример, который вы приводили. А здесь нам надо просто внимательно наблюдать за своим собственным ребенком и обладать родительской интуицией в каком отношении. Ведь мы же с вами понимаем, что в первую очередь учебная деятельность – это вот те самые 40 минут урока. Конечно, в начальной школе самый первый этап, это первый класс, идет период адаптации, и уроки сокращаются в своей продолжительности, и постепенно идет наращивание к этим 40 минутам. Но все-таки эта постепенность, она достаточно интенсивная на самом деле. И очень быстро мы приходим к тому, что уроки уже по 40 минут. А дошкольник должен заниматься не более 30 минут. И вот когда, к примеру, родитель либо сам занимается со своим ребенком, либо отвел его в какое-то, например, учреждение дополнительного образования, которое занимается подготовкой. Вот да, вы предвосхищаете мой вопрос. Вот детский сад или вот такие учреждения, они вообще помогают существенно сформироваться? Может быть, это будет школьное, да, вот, например, курсы подготовки к школе для будущих первоклассников, они вполне помогают. Но вот мне бы все-таки хотелось остановиться на том, а что наблюдать родителю. Вот он действительно озадачился тем, что мне хочется подготовиться не только своими силами, а и с помощью курсовой подготовки. Это очень неплохо. Да, это совершенно неплохо. Это хорошо, когда действительно ребенок, во-первых, в социальной среде находится, он адаптируется в том числе к вот этой ситуации, когда все-таки он примеряет на себя, называется внутренняя позиция школьника, он примеряет на себя вот эту вот позицию, которую еще пока у него нет, но она в ближайшем будущем к нему придет. И вот родитель, на что он должен обратить внимание? Я всегда говорю, вы обращайте, пожалуйста, внимание на то, как ведет себя ребенок по сравнению со всеми другими детьми. Это раз. И второе, насколько ему просто поддерживать в своем поведении и соответствовать в этом поведении тем требованиям, которые предъявляет, ну, скажем, педагог, потому что это уже педагог. Не нарушать дисциплину, ответ на вопрос, который звучит для всех. Потому что очень часто, когда все-таки возрастные особенности не школьника, а дошкольника, и как раз-таки биологический возраст тогда может отставать от хронологического, ребенок понимает инструкцию, обращенную лично к нему. Когда ему говорят, и Саша тоже. Все ребятки открывают, например, тетради и находят левый верхний уголок, или мы нашли красный кружочек и положим его. Все делают, а конкретно взятый может рассеивать свое внимание в данном случае. И не с первого раза улавливать инструкции, обращенные ко всем детям. Вот это тоже один из показателей, что биологический возраст еще пока характеризует возрастные особенности дошкольника. Когда ребенку тяжело высиживать, пусть это будет 25 минут занятия, все-таки они еще дошкольники, подготовку к школе обсуждаем, да? Может быть, это будет 30 минут занятия, но ребенок на протяжении 15 минут продуктивно работает, отвечает на вопросы педагога, соответствует его требованиям, находится в пространстве занятия, а через 15-20 минут он рассеивает свое внимание, он уже готов играть, обращается к соседу, находится в какой-то своей деятельности. Поучились немножко и хватит. Да, да, и ему уже трудно поддерживать вот эту внутреннюю позицию школьника. Это говорит о том, что, скорее всего, он еще пока дошкольник. И когда мы его определяем с 1 сентября в школу, ему будет физиологически тяжело. И в данном случае нервная система, которая еще не совсем созрела и не готова соответствовать этой системе требований, она нам даст недостаточный уровень волевой саморегуляции, недостаточный уровень произвольного внимания, памяти, да? Почему я делаю акцент на слове «произвольное»? Потому что «непроизвольное» — это то, на чем мы строим в том числе, да, на чем мы строим обучение дошкольника. Ярко, ново, необычно, интересно, внимание привлечено. А дальше мы должны уйти на то, что не очень может быть интересно, не всегда так легко. Но опять же есть слово «надо» — это произвольность как функция высшей нервной деятельности. Если биологический возраст отстает, то произвольность не такого уровня, как мы ждем ее от первоклассника, ребенку тяжело. Поэтому вот относительно того, идти ли в школу рано, я бы очень поистереглась. Особенно для родителей вот совет детей, которые идут по нижней границе возрастной нормы, то есть вот которым на первое сентября мы понимаем, что по закону мы можем шесть с половиной и уже думать над тем, пойти ли нам в этом году в первый класс. Вот я бы очень поистереглась и посоветовала таким родителям внимательно присмотреться к тому, а как ведет себя ребенок. Не только обратить внимание на то, что он уже умеет к первому сентября, что мы действительно уже научили его читать, считать, писать и разговаривать по-английски, это я очень условно сейчас сказала, а вот какой ценой? То есть да, в индивидуальных занятиях можно добиться и высокого уровня подготовки к школе, я имею в виду чисто с педагогической позиции. А насколько он готов физиологически соответствовать в массовом образовании, систематическом образовании? Вот тем условиям большой вопрос. И очень часто мы видим проблемы дезадаптации, причиной которых является ранний приход в школу. Дети педагогически готовы. У родителей иллюзия, что мы уже все умеем. У детей желание пойти в школу, потому что им было интересно, как с ними занимался, к примеру, педагог дополнительного образования в индивидуальных занятиях. Потому что у нас ведь, конечно, все по-разному сейчас действуют. Кто-то индивидуально занимается с педагогами, кто-то в развивайках, там тоже бывают микрогруппы, их там 3-4 человека. И ему было интересно, и он предполагает, что школа – это продолжение этого же. А это не совсем так. А это не совсем так. И вот здесь вот мы видим эти проблемы. Поэтому, скорее всего, все-таки лучше позже, чем раньше, это такой универсальный рецепт, если все-таки вот мы не вдаемся в подробности оценки этого самого биологического возраста и так далее, то я, честно говоря, в своей практике еще не видела ни одного ребенка, кто бы в школу опоздал, даже с высоким уровнем педагогической готовности к ней. Спасибо, Людмила Вячеславовна, поняли, приняли, все взяли себе на заметку. Мы подготовили небольшую справку, как родители в России оценивают качество образования в целом. Давайте посмотрим. По данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, качеством школьного образования в России довольны 52% опрошенных родителей, 85% респондентов отметили внимательность и доброжелательность учителей, еще 78% – высокий уровень квалификации педагогов. Положительно о состоянии классов и школьных зданий высказали 73% опрошенных. А вот плохие оценки родителей учеников выставили недостаточно оснащенности школ, компьютерной техникой и лабораторным оборудованием. Также нарекания вызвал вопрос с дефицитом кадров в школах. А каждый третий опрошенный считает, что в российских школах не уделяется должного внимания развитию индивидуальных способностей детей. Людмила Вячеславовна, давайте поговорим немножко на эту тему. В частности, как выбрать, на ваш взгляд, нужное учебное заведение? На что, в первую очередь, родителям нужно ориентироваться? Это близко к дому, не знаю, гимназические классы, школа с математическим или эстетическим уклоном, или вообще идти к конкретному учителю? А дальше как видно будет? Вы знаете, Владимир, вы, честно говоря, сейчас назвали все те факторы, на которые стоит обращать внимание. Потому что, опять же, все строго индивидуально, мы не можем здесь давать универсальных инструкций. Потому что, если ребенок с признаками ранней одаренности, если родители эту одаренность поддерживают и развивают, если, к примеру, когда-то рано, в раннем возрасте, проявившиеся лингвистические способности, поддержаны родителем, то родитель выбирает лингвистическую школу, и он в этом прав, по сути, да? Если мы говорим о организационных условиях функционирования семьи, и просто, ну, вот чисто физически некому ребенку встретить и проводить в школу, опять же, очень значим фактор близости к дому, правда? Здесь вот такие вот индивидуальные особенности, которые должны быть проанализированы каждым в оденажном порядке. Универсального ответа нет. Универсального нет. Но все-таки мне бы хотелось... Прошу прощения, еще разочек, перебила вас. Ничего страшного. Я просто, продолжая вашу мысль, говорю, что тут нет универсального какого-то решения. И всегда, так же, как вот и о том вопросе, когда нужно идти в первый класс, насколько рано ребенку отдавать, здесь тоже нужно подходить индивидуально, на каждом комплектном случае. Индивидуальный. Но вот один момент, который я бы все-таки еще добавила к вашему перечню, это оценка равных стартовых возможностей своего собственного ребенка. Вернее, не оценка, а именно учет среды равных стартовых возможностей, которые будут примерно одинаковыми со стартовыми возможностями моего собственного ребенка. А как вот это понять? Потому что для его... Сейчас, секундочку, вот все-таки я продолжу, да. Для его адаптации, вот мы же с вами с самого начала разговора договорились, что готовность к школе – это способность адаптироваться в среде. И вот в чем будет заключаться успешность адаптации? Она будет заключаться в том, что я смогу соответствовать всем требованиям самой среды. Это раз, но еще я буду понимать, что я один из, ну, общей группы в соответствии с уровнем развития обучающихся этой группы, развивающейся. Каждому ребенку очень быстро и точно становится понятным, когда он неуспешен. Вот когда мы с вами говорили как раз о разговоре, надо ли, чтобы ребенок умел читать, считать и так далее, да. И я вам сразу сказала, что требований таких нет. Но в то же время, вот давайте мы предположим, что учитель, прошу прощения, родитель, у него настрой пойти в гимназию, в лицейские классы, в среду, где все-таки идет надбазовый уровень обучения. Ему хочется, чтобы, ну, например, да, даже, может быть, где-то для своего собственного статуса мой ребенок ходил вот в такое, престижное, так скажем, да, образовательное учреждение. И он не учитывает никакие другие факторы и отдает ребенка в данную школу. А оказывается, что ребенок в данном классе чувствует себя в своем, да, вот в своей успешности ниже, чем все другие обучающиеся этого класса. К примеру, все умеют читать, а я еще пока не умею. У всех лучше получается, ну, давайте просто, скажем, считать, да, тот же самый состав числа. А у меня не очень это получается. Опять же, для него конкретно, для этого конкретного ребенка это не хорошо и не плохо. С точки зрения законодательства и, к примеру, федеральных государственных стандартов, он соответствует своей подготовке к уровню, который задает стандарт. Но баланс неравномерен. Но когда, да, он попадает в эту реальную, я часто говорю родителям, живую среду, среди вот именно этих детей он всегда себя оценивает через призму того, а как выглядит, давайте скажем, среднестатистический ребенок этого класса. И каждому школьнику, который начинает учиться, ему хочется соответствовать, потому что ему хочется получить одобрение педагога. Когда педагог его похвалил и сказал, у Саши получилось всех лучше, к примеру, да, что-то получилось всех лучше у Саши, что-то у Пети, что-то у Маши и так далее. И каждому ребенку хочется в чем-то выделиться, а это учебная деятельность. И, конечно, мудрый педагог похвалит и за поведение, к примеру, да, и за внимание ребенка. Но это все равно несоизмеримо меньше, чем учебные достижения. Но мы с вами это отлично понимаем, все равно это учебная деятельность. И поэтому, когда родители, вот мы говорим с вами, да, как понять родителю, вы мне такой вопрос задали, конечно, родителю необходимо все-таки, я считаю, вот это очень значимо это сделать. И в этом помогают как раз-таки курсы подготовки к школе в этом конкретном образовательном учреждении. Вот здесь бы я очень советовала все-таки посетить курсы той школы, куда мы планируем определяться в будущем, как уже первоклассники. Не для того, чтобы готовиться, как готовит эта школа и так далее, да, а именно для того, чтобы посмотреть, какой контингент пришел вместе с нами. Как готовы эти дети? Примерно так же, как готов мой ребенок, выше или ниже. И в том случае, если большинство готовы значительно выше, если мы с вами понимаем, что уровень даже организованности в деятельности, уровень пусть будет этих самых педагогических компетенций, он намного выше, не стоит себя тешить иллюзиями, что мой ребенок догонит. У нас все равно массовое образование. Он, может быть, и догонит, но цена вопроса для него будет слишком высока, потому что вот эти стартовые возможности, они неравны, и ему надо будет догонять с самого первого сентября. Это будет его личное желание, да, желание ребенка, потому что он будет ориентироваться все равно на группу. Это неизбежно. Они так же, как и мы с вами, биосоциальные личности, поэтому, конечно, мы всегда оцениваем себя через призму социального зеркала, так называемое. Смотрите, а вот ребенок уже поступил в первый класс. Да. Пойдем дальше. Как маме помочь ему? Взять отпуск на первые дни пребывания, не знаю, увольться с работы на ближайшие 4 года, или определить продленку? Что лучше? Что порекомендовать? Ну, вы знаете, допустим, ну, понятно, что увольняться с работы это такой кардинальный и совершенно нерациональный. Хотя некоторые так поступают. Ну, да, некоторые так поступают. Наверное, родители, у которых принцип родительских взаимоотношений, детско-родительские гиперопека, наверное, так и делают. Но это совершенно нецелесообразно, потому что все-таки у нас должен быть, опять же, баланс. С одной стороны, мы, конечно, должны в этот период поддержать своего ребенка, поддержать, помочь ему в организации своего режима после школы, безусловно. Организовать ему помощь, может быть, в каких-то аспектах подготовки к школе, потому что домашние задания, ну, как таковое, его не задают в первом классе. Но все-таки какие-то пожелания у педагогов могут быть к детям. И, к примеру, нарисовать рисунок, ну, это тоже одно из, для только что начинающего свое обучение ребенка, это домашнее задание. У нас звонок в студию. Давайте послушаем, какой вопрос интересует нашего телезрителя. Алло, задавайте вопрос. Очень интересная тема затронута. Но у меня такой вопрос. Не сложно ли самим родителям определять, готовы ли их дети к первому классу? Невозможно ли было бы создать службу прямо при садике или при школе? Ну, лучше, наверное, при садике, которая бы могла определить, подсказать родителям? Потому что, кажется, это все-таки сложновато. Спасибо. Мы вас услышали. Можно отвечать? Да, конечно. Вы знаете, я, конечно, соглашаюсь с тем, что родителям самим бывает трудно определиться. А особенно потому, что ведь есть еще личная и собственная родительская субъективность. И это нормально, когда для родителей свой собственный ребенок – это самый лучший человек на земле. Это хорошо. Плохо, когда по-другому. Правда? А вот относительно того, кто бы мог помочь в этом вопросе, в принципе, мы с вами давайте скажем, что при детских садах существует вот эта деятельность по определению готовности ребенка к школе. И особенно в тех образовательных организациях, где есть кроме воспитателей, старших воспитателей, какие-то еще специалисты. К примеру, это могут быть педагоги-психологи или социальные педагоги. Ну, то есть те, кто может помочь вот в этой комплексности. То есть педагог, он определит педагогические компетенции. Педагог-психолог определит уровень развития познавательных процессов и мотивации. И я так думаю, ну, собственно говоря, я даже не думаю, я знаю, что очень во многих образовательных организациях на дошкольном уровне образования эта деятельность ведется и, соответственно, уровень готовности к школе определяется. Если мы говорим о центрах, то, к примеру, это может быть при школе, особенно в тех случаях, когда у школы есть лицензия на ведение такой деятельности, обследование будущих первоклассников на предмет как раз готовности к школе. У нас есть такие образовательные организации, которые этим занимаются и, соответственно, проводят вот эту комплексную оценку готовности ребенка к школе. Ну и, наверное, да, всегда есть возможность обратиться к специалистам, но давайте в общей сложности скажем, психолого-медико-педагогических центров, которые в каждом районе могут по-разному немножечко называться, ну, социально-психологическая служба, к примеру, при управлении образованием, вот детский образовательный оздоровительный социально-психологический центр, ну и так далее, где существуют специалисты, которые готовы по индивидуальным, к примеру, да, обращениям родителям тоже в этом помочь, именно по оценке готовности к школе. И я так понимаю, что любой воспитатель, если вдруг родитель обратится к нему, тоже готов высказать свое мнение. Вопрос только часто еще заключается в том, чтобы мы готовы были, являясь родителями уже, его услышать и вот эту вот позицию, ну, как-то проанализировать. Потому что, вот знаете, даже те случаи, которые я лично консультировала, и, ну, в моей практике это достаточно, так скажем, большой объем моей деятельности тоже, и вот очень часто, когда мы говорим с родителями на предмет, даже вот того вопроса, все-таки когда, или в этом году, или попозже, когда я всеми силами использую все свое убеждение, пытаюсь родителям все-таки донести, давайте на следующий год, у вас все замечательно, у вас готов педагогический ребенок к школе, но ему будет физиологически тяжело, к примеру, да, внимание неустойчивое, продуктивности пока еще нет, такой, которая востребована будет в школе. Родитель уходит, говорит о том, что я подумаю, а потом сообщает мне такую фразу, вы знаете, все-таки мы решили попробовать. Вот это вот меня бывает расстраивает именно потому, что мы оказываемся неуслышанными, и родитель все-таки действует по собственному усмотрению, а часто бывает вот именно вот этот вот, ну так давайте скажем, несвоевременный приход, он является причиной дезадаптации, и более того, может быть я как-то эмоционально сейчас здесь вот слишком рассказываю, но это просто реальная практика, вот много раз мной проверенная, очень часто бывает так, что у нас наступают те трудности адаптационного периода уже, когда он уже первоклассник, когда он по приказу уже зачислен в ту или иную образовательную организацию, что мы не можем ему помочь, то есть что надо делать в этой ситуации? Да надо было просто подождать, нужно было просто подождать, когда закончится вот это дошкольное детство, и он станет школьником и будет готов к новой социальной ситуации. А что делать, когда мы уже сейчас поторопились внутреннего ресурса коррекционного воздействия? Очень часто эта ситуация имеет слишком мало, если не сказать, что не имеет его, поэтому вот здесь вот мне бы хотелось все-таки, чтобы наши родители, и обращаясь в том числе к помощи специалистов, готовы были прислушаться и все-таки принять верное решение, потому что от этого решения зависит судьба ребенка. Мы вот, допустим, говорили с вами о биологическом возрасте, можно говорить о психологических, о познавательных процессах, к примеру, да, ведь в этом нет ничего ни плохого, ни хорошего, в том, что, например, один ребенок опережает свой хронологический возраст, другой отстает от него, но это фактор, который нужно учесть. Вот если мы его правильно учли, то мы построили адекватную траекторию дальнейшей социализации, индивидуальную траекторию социализации своего ребенка. А если мы его не совсем правильно учли, то мы, бывает, наживаем себе проблемы, ну вот можно сказать, на пустом месте, которых можно было избежать. Вот это бывает обидно, к сожалению. Ну что ж, я надеюсь, телезритель наш получил ответ на свой вопрос. Людмила Вячеславовна, огромное вам спасибо за такую обстоятельную, подробную, интересную беседу. Будем прощаться. Вам спасибо за то, что вы меня пригласили, было очень приятно, спасибо. Благодарю. На этом наш эфир подошел к концу. Завтра в программе обсудим вопросы социальной защиты населения. С вами был Владимир Михайлов. Хорошего вечера и до новых встреч в эфире.